Привет всем, меня зовут Артём Жульев и сегодня я хотел бы поговорить о том, как обыгрывать, как мыслить полууменьшенный септ-аккорд. Начинающих импровизаторов он часто смущает, они просто не знают, что с ним делать. Полууменьшенный аккорд, обозначается он так вот, вы видите на экране, это или вот такой символ перечернутый круг или минор септ минус 5 или бемоль 5, что одно и то же. Лад соответствующий этому аккорду лакрийский, часто его предлагают мыслить и обыгрывать мажором на полтона выше, то есть для си полууменьшенного это будет до мажорный лад, что теоретически правильно. Вы видите на экране вверху лакрийский лад от ноды си, соответствующий си по уменьшенному септ-аккорду и внизу лад натурального мажора до мажор и вы видите, что они идентичны, они одинаковые. Но лучше мыслить его все-таки давийским минором на малую терцию выше. Сейчас не пугайтесь, сейчас объясню почему и как. Если посмотреть на эти аккорды, на си полууменьшенный и до мейджор, то мы увидим, что между ними очень мало общего. Фактически это только одна нота, нота си. И давайте посмотрим теперь на си полууменьшенный и минор на малую терцию выше, то есть ре минор. Мы увидим, что общих нот между этими аккордами уже три, что в три раза больше, чем в случае с до мажором. Фактически си полуменьшенный, это такой ре минор с секстой мог бы быть. То есть мы видим, что аккордовые ноты у полуменьшенного септаккорда и минорного септаккорда на малую терцию выше, они практически одинаковые. Вот вы видите на экране си полуменьшенный септаккорд, и лад соответствующий ему лакрийский, и ре минор септаккорд, и лад соответствующий ему дарийский минор, наиболее часто использующийся в джазе. Это все еще тот же звук, говорят все те же ноты, но немножко по-другому предлагается мыслить. Сейчас объясню, как это работает. Давайте посмотрим. Начнем с простого. Вот трезвучие ре минора, буквально трезвучие, и послушаем, как оно звучит на ре минор. И сейчас я сыграю ту же фразу, которую до этого я сыграл на ре минор, это обращение трезвучия на, в данном случае на си полуменьшенный. И послушаем, как это звучит. Еще пару примеров. Использую специально такие базовые фразы, которые очень распространены, часто встречаются в джазе и на каждом шагу, скажем так. Сейчас я ее сыграю на си полуменьшенный аккорд. Эту же фразу, которую до этого я сыграл на ре минор. Опять же, в этой же комбинации аккордов, си полуменьшенный, ми септ, ля минор. Послушаем, как звучит. Давайте еще один пример, тоже такая очень распространенная фраза специальная, чтобы вы видели, что я не выбираю какие-то специальные фразы для ре минора. Это самые базовые фразы, на которые встречаются у многих джазовых музыкантов. Давайте послушаем, как звучит. Вот так она звучит на ре миноре. Сейчас я попробую ее использовать на си полуменьшенный. Давайте послушаем. Вот такое звучание. Меняется краска, но продолжает звучать очень интересно и красиво. Еще один из способов обыгрывания полуменьшенного аккорда, это лакрийский лад со второй высокой ступенью. Выглядит он так. Его тоже не стоит бояться, фактически это мелодический минор на малую терцию выше. То есть, опять таки, это для си минора полуменьшенного это ре минор мелодический. И также, как я сказал выше, в этом случае вы можете мыслить ре минором мелодически. То есть фразы на мелодический минор будут прекрасно ложиться на полуменьшенный аккорд. Давайте послушаем несколько примеров. А сейчас эту же фразу я сыграю на полуменьшенный аккорд, в данном случае на си полуменьшенный. Со временем у вас отпадет необходимость искать вот этот минор на малую терцию выше. У вас, когда в голове все уложится, просто вы будете мыслить его отдельным звукорядом. Отдельным звукорядом для полуменьшенного аккорд. Но на каком-то этапе, на начальном, это помогает немножко упорядочить и понимать структуру этого звукоряда. Единственный ли это способ обыгрывания полуменьшенного септаккорда? Нет, не единственный. Есть ли еще варианты? Есть, есть, но об этом уже в другой раз. Помните, что лады, звукоряды, это большие помощники нам в построении наших мелодий. Но не забывайте, что главное это музыка, не забывайте о музыке. Спасибо всем, надеюсь кому-то это было полезно, кому-то поможет. Меня зовут Артем Жульев, всем хорошего дня, а я пошел заниматься. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok